Бизнесмены, экономисты, политологи, доктора наук. Впервые они сели за один стол еще год назад. Тогда губернатор Приморья Владимир Миклушевский принял решение о создании экспертного совета по привлечению инвестиций. Задача членов этой рабочей группы анализировать ключевые проекты, предложенные российскими и зарубежными инвесторами для реализации в крае. Свои суждения экспертный совет имеет право напрямую доносить до главы региона. Мы возвращали на доработку многие вещи, потом рассматривали вновь. И вот в этом я считаю огромная польза вот этого совета, который относительно независимые люди, которые в него входят, они могут смело высказывать свои мнения, осуждения или принимать, или отвергать. Так в этом году экспертный совет уделил внимание таким крупным инвестпроектам, как газохимический комплекс находки, завод по производству минеральных удобрений и рыбный кластер. Строительство этих объектов запланировано на ближайшие годы. Члены совета отмечают, власти создали все условия для бизнеса. И речь идет не только о низких налоговых льготах, но и в целом о климате. Подтверждение тому огромный поток инвестиций, который пришел в краевую казну в этом году. Мы должны, с моей точки зрения, добиться такого положения, чтобы за 5 лет до 2017 года в среднем мы привлекали бы примерно по 300 миллиардов инвестиций. Вот сейчас в совете, через наш совет прошло 140 миллиардов. Мы примерно рассмотрели проекты на 140 миллиардов. Но это, конечно, не все проекты, которые реализуются на территории края. Например, завод по сжижению газа мы еще не рассматривали. Экспертный совет работает в Приморье ровно год и намерен продолжать свою функцию. Эксперты надеются, что их ряды согласятся пополнить представители политических партий, а главное главы муниципалитетов, на территории которых и будут реализованы проекты. Елизавета Шигуалеева, Константин Селезнев. Панорама.